Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осетская, канал Вязания, обо всем, что связано с вязанием. И думайте, что я сегодня такая довольная, счастливая? А это потому, что у меня в гостях вот такой замечательный человечек, моя вязальная подруга. Зовут ее Аллочка. Ой, простите, и канал у нее Бабушкино счастье, внуки и вязания. Да, привет! Только, знаете почему-то, внуки, один внук, мы надеемся, что у нее скоро будут еще внуки. Потому что у нее скоро женится ее любимый сыночек. Старший сыночек, у меня по-любимому сыночка. Извините, старший сыночек, но любимый. А у нас еще есть третья девушка, она тоже сидит? А у нас, да, у нас здесь трое. Вот она чуть-чуть видна, а ты ее приподними чуть-чуть, покажи. Лиза, поздоровайся. Вот так, поздоровайся. Так, Лиза, Лиза. Ну, все, 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 не будем трогать, все. У нас любовь случилась, у Лизы с Аллой. Так, все, садись, 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 я больше не буду. Ну вот, и мы такие довольные счастливые, мы долго-долго общались, собирались увидеться и, наконец, увиделись. Да. Ну, расскажи, Аллочка, как ты попала в наши края, в наши пенаты? Ой, попала, попала сначала совершенно случайно, по-честному говоря, потому что вообще-то я отвозила внучку, внучку отвезла и собиралась ехать назад. Мне надо в Евпаторию возвращаться. У нас любовь. Представляете, вот так в течение суток. Что-то у тебя здесь капнуло вкусненькое. Да. Ну, это, по-моему, Аллочка ела мороженое, на Лизе, на кофточку себе капнула, чтобы Лиза тоже вкусила мороженое. Извиняюсь. Знаете, все замечательно, только я очень недовольна тем, что вот этот нехороший человек приехал только на одни сутки. Ну, так получилось, то хорошо, что так, потому что я вообще-то сейчас не планировала никуда заезжать, а потом что-то как-то у меня так ударило мне настроение хорошее. Фонтанно. Хочу-ка я заехать к Наташеньке. И, в общем-то, взяла просто билеты так, что у меня оказались сутки свободные, я смогла посвятить их. Ну, я хочу сказать, я благодарна за эти сутки, что она приехала ко мне хотя бы на сутки. Потому что собирались, 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 собирались. Да, мы собирались еще с Людочкой, которая живет в Испании. Мы думали, что все приедут, и Люда приедет, и Алла. Еще Люда говорит, ой, как хорошо, мы сначала у тебя соберемся, потом поедем к Али съездим, а потом вы ко мне приедете. У нас были такие грандиозные планы. Но Люда не смогла приехать, потому что у нее были дела, она там ремонт делала. Ну, вот пока мы с Аллой. Ну, а с Людой еще все впереди у нас. Да, у нас вообще не можем наговориться. Вот мы разговариваем уже с вчерашнего вечера. Я приехала в 11 часов, полдвенадцатого. Нет, в ноль часов. В ноль, да? Да. Ну, мы, в общем, короче, не могли уснуть, потому что мы говорили, говорили. Сегодня мы с утра встали в восемь часов утра, или даже полвосьмого, наверное. Ну, не помню. И мы опять не можем никак наговориться. Скоро мне ехать в аэропорт, а мы никак не можем наговориться. У нас все время есть много очень тем для разговора. И о вязании, и о жизни, и обо всем на свете. Потому что, вот честно, я посмотрю на Наташу, у меня такое чувство, что я ее знала всю свою жизнь. Человек, который настолько сблизилась, сблизились мы с ней, что мне кажется, что действительно одна из близких подруг моих, которой я могу все рассказать, она и посоветует, она и поддержит, и подскажет. Вообще обожаю ее, Наташа. Самое, знаете, что, знаешь, что тебе не досталось, я же могу еще и фыркнуть. А фыркаю я не очень приятно. Когда фыркаю, то мир замолкает. Но я вот тебе не досталось фырканье, слава богу. Не, ну я думаю, что нам просто не за ничего фыркать было, мы сегодня хорошо гуляли. Не, вишь, и поговорили. Да, мы сегодня очень хорошо погуляли. Мы сегодня были в магазине, в иголочке. Мы пошли, перекусили очень приятно, посидели в приятное кафе. Правда? Очень хорошая кафе. Да, недалеко от нас, от меня здесь. Потом сходили в иголочку с Аллой. А я себе купила там спицы. Да, я купила себе деревянные спицы. Вот такие гаморские. Потому что Наташа подарила мне вот такой вот замечательнейший просто кулочек водопада. Не извиняюсь, я что, мы там купили себе вот такие журнальчики-носочки. Ага, мы купили. Это кто-то купил, и мне прямо там сказал, я не буду носиться с твоими вещами. Ну, я скромная девушка, что я буду таскать ее тяжести, да? Потом вот такой еще журнальчик взяли себе. Ой, хороший журнал вообще, замечательный. Вот будете из Леонардо и вот такие журнальчики. Я всегда советую, кстати. Да. Потому что такие советы даются. Ну, просто, я не знаю, не всегда найдешь даже каких-то... Ну, вот они лежат, у нас иголочки всегда. Я тебе буду собирать их присылать, если хочешь. Хорошо, хорошо. Уломала. Уговорила. Вот, хорошо мы погуляли, прошлись вдоль Москва-реки, хотели вам рассказать, показать, но там было столько народу. А я немножко сняла, мы там в конце вставим. А, ну замечательно. Я немножко сняла же видео, я вставлю. И я вставлю еще видео, как я ехала, ехала сюда. Мы ночью приехали, везде на огне, темнота, и я ехала на такси. Когда в такси ехала. Да, я сняла несколько видео, там буквально несколько слов скажу, чтобы вы просто посмотрели на эту всю прелесть. Ой, еще знаете, что обратила внимание, смотрите, какая обложка с обратной стороны мужчина вяжет. А, классно, слушай. Да, это сейчас очень модно. Мужчины модно вязать, чтобы мужчины, это модно. Так что у тебя трое мужчин. Смотри, такой прям мужественный такой. Да, у тебя трое мужчин, ты им даешь спицы в руки и пошли вязать. Я особенно представляю, как меня будет Саша вязать. Это, знаешь, он, по-моему, как-то совсем не для спиц руки. У нас руки для чтения писания, он пишет. Ну, он будет у нас писать. Он руководить будет, схему составлять. Нет, он будет схемой, он будет писать описание. Мы будем вязать, а он будет писать описание. Вот, так что, ну, вот такое у нас приятное событие. Да, да, очень хорошее событие. Я вот теперь не насмотрюсь на свою любимую ниточку. Мне очень она нравится. Мне ее подарят. Я буду вязать. Такую вот красоту. Носочки буду вязать, Алла. Я вам сейчас по секрету расскажу, что она будет вязать носочки с пяточкой стромкой. Да, я буду пытаться учиться. Я буду учиться, потому что я не разу не вязала. У меня выйдет мастер-класс, он у меня уже готов, но мне надо одна часть залита на канале, вторую часть залить. Собственно, я не выставляла ее, потому что у меня каждый день, был же выбор без выбора пять, и выходил каждый день, и поэтому я оставила, думаю, он пройдет, и потом я выложу, чтобы это все в кучу не получалось. А мы еще и тот же. Мне, кстати, хорошо ты объяснила по поводу хеликса. А хеликсом я вязала детские шапочки для клуба 28 петель и носочки. У меня есть хеликсом я вязала. Ну вот, знаете, я, например, то, что я вяжу, я даже не знаю, как это так просто, что я буду кому-то объяснять, когда это элементарно. Нет, ну вот теперь ты мне объяснила, теперь это понятно, но все равно, мне кажется, в итоге надо будет снять видео, показать. Надо снимать такие мастер-классы. Вот и мне тоже говорю, когда, знаешь, говорят, вот таких мастер-классов их полно. Ну полно, но для каждого человека свой может быть мастер, который показывает этот мастер-класс. Потому что я вот, когда вязала какую-то, я не помню, что я вязала, но я присмотрела четырех мастериц, прежде чем я нашла то, что мне она объяснила, и я нахай... Ой, да, Гошли, все же очень просто. С чем тебе было комфортно? Вот до этого Хелик смотрела столько. Я, правда, знаете, сейчас я не знаю, как он меня получит, потому что через два дня начинается у меня веселая жизнь. Веселая пока, никакая дольше. А с 8-го числа у меня начинается веселая, просто счастливая жизнь. Потому что с 8-го числа мы начинаем работать вплотную по выборам. Начинаются выборы. Поэтому я поглубже сяду, поближе к Але. Вот, и поэтому будет вообще весело и счастливо, и все на свете. Ну, ничего. Да, но зато потом закончится, и ты потом спокойно отдохнешь. Как? А работа, а школа? Ну, все, ну, это уже... По сравнению после выборов это будет тебе, знаешь, когда ты на два фронта сейчас будешь работать, а потом один... Ну, нет, честно говоря, выборы для меня это не проблема. Я очень спокойно их переношу, и я не помещаюсь здесь, как-то мне вот... Вот, выборы я переношу спокойно, беспроблемно. Для меня только один тяжелый момент в выборах. Это когда сдается отчет в ГАЗ-выборы. А все остаются, члены комиссии на участке, могут там прилечь, где-то прикорнуть. А мы приходим, сдаем, а потом сидим и ждем свою очередь. Это бесконечно долго. Не прислониться. Вот сидишь ты на стуле и сидишь, не повязать, не прислониться. Ничего, просто сидишь тупо и ждешь. Господи, быстрее бы, когда подойдет очередь. Нет, мы сидим. У стеночки стоим, прижавшись к стеночке. А потом полчаса они работают, 15 минут перерыв. Опять нам перерыв ушли. Опять полчаса работают. Ну да, там вот эта электроника, вся техника, компьютеры, конечно, тяжело. И жарко. Но для нас, для меня это мучительно, мучительно. Когда я сдаю ГАЗ-выбор, слава богу, звоню всем отбой по домам. Всего счастья. Мы тоже так сдавали. Но самое, когда я приезжаю домой, я помню, у меня зять возил меня на, ну, подрабатывал у меня на выборах. И мы приехали, мы тогда жили на старой квартире. Мы приехали, он пошел спать, я пошла спать. Я поспала часа два или три. Встала, тут же стала письма писать коллегам, отправлять. Потому что мы делали социальный паспорт. А это было, по-моему, числа шестого, седьмого, так, выборы. И мой зять проснулся, выходит. Значит, я сижу, но он поел и уехал на работу. Дочка мне звонит и говорит, мама. Он спрашивает, Валя, у тебя мама что, робот? Вот, я ложился спать, она еще не спала. Я проснулся, она сидит на телефоне с компьютером. Ну, активная я девушка, активная. Это точно. Очень активная. Вот, ну, расскажи, Аллочка, чем ты будешь сейчас заниматься? Что ты будешь взять? Ты в Трио Старты будешь вступать? Буду. Буду в Трио Старты вступать. Я уже приблизительно одна думала, что я не буду. Секрет. Все увидят. А, кстати, я хочу сделать секретный проект какой-нибудь. Хочу повязать секретно. Знаете, что мы еще с Аллой придумали? Я смотрела, я Сеня тоже рассказала, она посмотрела. У Насти Приморское вязание есть Трио 3х3. Она это увидала у Альбины. Канал ее называется Вязание Жизнь. И вот мы решили повязать вдвоем. Ну, может быть, втроем, может, четвером. Хотим пригласить, да, кого-нибудь, чтобы повязать. Так же интереснее будет, когда небольшой компания. Может, нам девушек наших пригласить? Давай. Только мы успеем. Ну, почему мы успеем? А 6-го числа у нас будет три старта. А после 6-го числа у нас будет рандомная неделя. Да, у нас вообще так замечательно все расписано. А потом ничего не будет? В сентябре-то, наверное, еще что-нибудь там на этой девчонке не слышат? А не будут носки. Как она называется? Носочный бом. В сентябре. Ты будешь вступать в носочный бом? В сентябре? Не помню. В сентябре, в октябре? Ну, можно. Почему нет? Мы же все равно собираемся носки. Да. Яне уже навязала 5 пар. По-моему, она говорила про октябрь что-то. Да? Кто его знает? Не помню. Я уже связала 5 пар. В прошлом году 3 пар. Мне что-то так мало. Надо еще вязать. У меня дома полторы пары лежат. Нет, две с половиной. Я, представляешь, неправду говорю. У меня носки лежат, следки лежат. И тогда я свеже себе пару вязала. Вот. И еще половина носков от нее лежит. Нет, я уже, видишь, 3 пары связала носочков. Так у меня еще пол пары дома лежат в Мурманске. Я же тоже там приехала. Нечем было заняться. И я взяла половинку, связала по половинке носочков. Парочки связала. А вот эти хорошенькие носочки, правда, которые я связала? Очень хорошие. Сейчас я вам покажу, какие носочки. Может быть, кто-то не видел. Ты расскажи, а я покажу. А я пока, не знаю, сейчас, я завтра буду уже в дома. Я, правда, не знаю, где уже мой дом. Что-то я как-то уже так наразъездила, что уже потерялась. Да, я буду в Евпатории. И вот хочу сейчас, пока мы с ним в свободное время, я хочу немножко позаниматься именно вязанием, проектами и всем остальным. И на комментарии подпечатать. Мне уже стыдно, людям в глаза смотреть будет скоро. Я вот такие носочки приготовила для дома инвалидов. Очень хорошенькие. Вот видите, с такой вот сзади переплетение, пяточка стронг. У меня выйдет скоро мастер-класс на эту пяточку. Ну, на такие носочки. И вот такая подушечка. И еще хочу сказать, у меня, видишь, здесь кругленький носочек, он не вытянутый, потому что я вяжу половину, а потом каждый лет снимаю. И получается, он такой вальненький. В этих носках ужасно жарко, это чистая шерсть. Ну, это да, это когда люди болеют, у них кровоурождение на ногах ухудшилось, и тогда им очень полезны такие носки. Это как торопышка, кстати. Вот людям, которые лежат, я просто говорю, когда вот люди лежат, я просто столкнулась с этим. У нас женщина, у меня тут знакомая одна лежит, у нее просили носки сделать именно такие, чтобы они были колючие, теплые, чтобы они давали им крольсы какие-то. А из этой нельзя, потому что она, вон, видишь, с каким возрастом терапишкам нельзя. Но зато можно повязать бабушкам, дедушкам. Да, 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 поэтому вот и... Так что мы начинаем с понедельника усиленно трудиться. На плане вязания. Да. Я начинаю, по крайней мере. Я до этого так столько провала... Слушай, я провалы дала столько и про... Нет, а мне надо, мне нужно закончить процессы. Я, собственно, пошла в выбор без выбора, чтобы мне закончить французскую кофточку, джемпер, потом мою сиреневую ленивый реглан, я же вниз распустила. Я очень много прибавила, у меня получилась снизу баска. Мне это не нравится, ее надо сузить. И вот довязать пледик себе. А еще в итоге ты все сделала со всего? Носочки связала. Ничего, хорошо. Главное, ты хоть носочки связала-то. Носочки связала и 48 сшила маленьких мешочков для клуба 28 петель. Ого, сколько всего сделала. Ну, этого мало. У меня там еще, наверное, метров 50 тканей лежит, чтобы для клуба шить носочки. А я связала за время недели своего пробивания в Мурманске. Я связала носочки торопышком. Слушай, тоже хорошо. Прямо вот такие двое носочков, это просто вообще шикарно. За неделю? Ну, во-первых, она лукавит. Она поехала, повезла внучку. Там у нее сын. Она посвящала время внучке, сыну, общине. Она все так посвящают. Люди в перерывах вспевают. Нет, я пыталась довязать, я честно пыталась довязать Алисну кофту. Я же ее туда взяла. Ты, по-моему, ее вяжешь давно. Ты, по-моему, с прошлого года вяжешь. Нет, нет, я начинала в Трио Стартах каких-то весенних. Я ее распустила до подрезов. Я же там показываю. Я распустила до подрезов, потому что у меня получилась кофта высотой на Алису, а шириной на меня. Мне по пояс, но зато такая прямо это хорошая была. А Алисочке она прям попу прикрывала, но зато, говорю, можно было это два раза Алису обмотать. Я распустила все, сократила петли, в общем, по линии подреза убрала. В общем, короче, сделала полностью по-другому. И вдобав ко всему я ввела еще один цвет. Да, там у тебя красивый получился, хорошо, полосочка. Вот у меня получается, она теперь получилась даже ниже попы, она прикрывает попу. Я сделала немножко сзади такой вот хвостик. Я поняла, да, хвостик. Вот, и вдобав ко всему на рукавах у меня тоже полосочки. Но у меня все равно пряжи не хватает. И поэтому мне покупать моток пряжи, честно, мне было так жалко. Вот реально, я понимаю, что она недорогая. Но этот моточек будет валяться, я не знаю, когда его потом. Я нашла, короче, другую пряжу другого цвета. Но я про это рассказывала там в своем каком-то видео. И я хочу там уже, в крайнем случае, вот этот сделаю манжет. Сделаю с третьего вида пряжи. Ну, пряжа та же самая, в смысле, но цвета другого. Ну, а что делать? А манжеты внизу, если сделать так же, нет? А там уже сделано все, закрыто. Я не хочу там просто это. Да я просто так вот думаю, с другой стороны, это же кофта, которая будет носиться под куртку, либо дома одевать. Ну, будет уже такая звездастая, такая яркая, веселая. Ну, в конце концов... Жизнерадостная. Вот, в конце концов, ребенку нужно яркая, веселая, жизнерадостная. Правда? В конце концов, у меня в последнее время все время все яркая, веселая, жизнерадостная. Потому что у меня не хватает с ними пряжи. Не наговаривая на себя. Нет, у меня не хватает пряжи, я постоянно приходится напалять. Мне даже на мою французскую кофточку, у меня не хватило моей пряжи, и мне пришлось здесь, вот на рукавах, и здесь пускать другой цвет. Потому что не хватило пряжи. У меня все кофты полосатые. У меня ни одной последней развещи в последнее время нет. Сейчас полосатая в тренде, правда? У меня, я в тренде, в вечном тренде. Я просто не могу рассчитать, сколько мне нужно пряжи. Поэтому получается, что я в вечном тренде, в вечном. Ну, всякое бывает в жизни. Вот так мы весело проводили сегодня весь день. К сожалению, времени уже много. Остается мало времени нам побыть вместе. Уралочка уезжает. И когда мы увидимся, я к ней все пристаю. Ты когда приедешь еще? Она говорит, не знаю. Вот возьмешь, что ты ко мне приедешь. Будешь думать, когда ты приедешь. Возьмешь, так как я неожиданно ко мне явишься. Зимой, чтобы увидеть северное сияние. Может быть, повезет тебе, и ты увидишь. Потому что не всегда бывает, но иногда есть. Нашу зиму. Я вот думаю, зимой, это на Новый год. Ну, можно не обязательно на Новый год. Можешь на Новый год. Можешь на Новогодние праздники. Не, на Новогодние праздники. А это время, когда я могу дома не ходить на работу, не тратить время на дорогу, сидеть, вязать. Это такой счастливый кусочек в моей жизни, когда я могу посвящать только своему любимому занятию. Поэтому я тоже не люблю никуда ходить. Поэтому в это время мне никуда не хочется выползать вообще из квартиры. Вот мне тоже никуда не хочется в такое время. Я, когда есть возможность, я всегда стараюсь вязать. Потому что я так хочу... Вот как хочет, руки сейчас чешутся. Так хочет зайти и вылезать. В выборе без выборов, в какой-то день, я не помню, кто задавал, у меня все записано. Сдавали вопросы, когда на вас нападает. Не хочу, лень матушка. Я говорю, у меня такого не бывает. Не хочу, лень матушка. У меня не бывает, потому что у меня нет времени. Я вот утром час могу повязать. И после работы я иногда прихожу в 8 часов, в начале 9. Уже никакая. Мне уже не до вязания. Я уже ничего не хочу. Мне бы только вот помыться и доползти до постели. У меня бывает. И все. У меня бывает, потому что бывает всякое настроение. Ты просто в коллективе очень много времени проводишь. Я больше время слишком много. А я только с мучкой. Понимаешь? И когда получается, хочется иногда чего-нибудь другого. И потом начинается вот этот диссонанс внутри. И потом мне хочется не вязать. Но это быстро проходит. Очень быстро. Очень быстро. Я даже не успеваю так сильно-сильно подепрессировать по этому поводу, как я уже беру спицы и вяжу. Ловлю себя на том, что я вяжу. Потому что на самом деле это действительно спасение. Особенно, когда мне врач сказал, что вы знаете, вообще даже вот людей, которые склонны к всяким там головным болям, к проблемам с головным мозгом, это единственное спасение. Это, во-первых, мелкая моторика и заставляет работать наше серое вещество. Замечательно. Конечно. И все нервные окончания здесь же находятся. Поэтому, говорят, очень полезно, кстати, шерстяных ниток вязать. Чтобы вот пропадывать. Ну да, я в 35-градусную жару вязала шерстяных ниток. Вот эти носочки, стопроцентная шерсть бабушки, носок Семеновская и пледики. И я думала, что я сгорю. Руки горели. И когда дотрагилась уже большое изделие, дотрагилась до ноги, я умирала от жары. А я чешусь. Все нормально. Вяжу и чешусь. Чешусь, вяжу. Хорошее дело. Массаж. Сразу двух мест. Говорю, руки чешусь. Испотнуй себя и почешешь. Ой, вот так, что наговорились. Вот так мы просмеялись целый день. Ну, замечательно, правда, мы проводим время. Причем присоединяйтесь к нам, приезжайте тоже в гости. Ко мне можете приезжать в гости, я всех жду. Да я всех приглашаю, приглашаю. Вот у Калаа один раз приехала, и то только на одни сутки. Вот, так что мы, наверное, будем прощаться со всеми девочками. Причем не собираться. Вот, всем хорошего настроения. Завтра начинается наша рабочая неделя. У меня завтра день отдых начинается. Ой, отдых. Не трави душу. Напряженно. У меня напряженно. У тебя же полуопуска, у меня не было еще. Вот, завтра начинается рабочая неделя. Всем хорошего настроения на рабочую неделю. Да, и вообще хорошего настроения. Да, и вообще хорошего настроения. Здоровья самое главное. вязать хорошо чтобы все были здоровы да а у нас знаете что у нас завтра и пусть и завтра еще кусочек лета с 1 сентября будет похолодание начнется глубокая осень бабки ли ты узнает будет она не будет хотелось бы конечно за же в мурманске надеяться на него ты грешни у нас 8 градусов и все сидят и ждут бабе лето поэтому но я сейчас поеду немножко походила в кофте в теплых носках потому что в квартире вообще не знаю сколько градусов на улице 8 квартире холоднее не тупит еще нет 8 градусов должны 5 должны у нас вот собирать 1 сентября включать уже отопление вот и тогда начнется в обе лето начинается как только отопление включать нас начинать на улице бабе лето жарень такая на улице жарко в квартире гарантия топят так что у нас это очень нормально у нас это часто происходит мы уже привыкли к таким все замечательно прелеста нормально все конечно хорошенько мы будем с вами прощаться потому что надо еще кое-что кое-чем поболтать да вот кое-что посмотреть собираться приходите на наши каналы обязательно подписывайтесь на нас до пишите комментарии ставьте селушек очки еще девочки если кто-то с нами захочет лиза прямо испугалась мы если кто-то с нами захочет повязать 300 3 3 а 3 на 3 присоединяйте в рандом на неделю в рандомная неделя рандомная неделя будет после трио стартов я выпущу видео вступительное так что когда с тобой начнем 33 у 3 на 3 вязать я не знаю когда ты скажешь тогда макмашку дашь может быть с первого сентября на вас первого девочка закроста захочет с первого сентября 1 как раз до понедельник нет нам надо три часа на три вещи по три часа надо будет замечать зачем может быть мы неделю будем набирать три три вещи три три часа на три вещи понятно то есть мы включаем этот самый до таймер и смотрим вот я сегодня я могу с утра повязать час потом я могу вечером еще час повязать все вот у меня я вот эту вещь показываю что я начала в такое-то время вот я в трио стартах про что вам нет в рандомной неделе прошлости мы прощаемся опять говорим в рандомной неделе в прошлое включала таймер потом я когда останавливала фотографировала и показывала фотографии что я провязала сегодня вставляла до что я провязала допустим там час 15 минут потом еще я провязала я а мы закончим как мы должны вместе одновременно закончить у кого-то уже будут три по три а кого-то не будет наверное но мы обговорим этот вода это надо решить потому что мы же не будем каждого ждать нам надо как-то в одно время закончить все но мы обговорим этот ваш дом у нас допустим будет там но нам надо до 6 числа 6 3 а старты выходят я говорю до 6 закончить да а это допустим 5 числа должно выйти будет итоговое видео но я думаю за пять дней мы уж 39 часов наберем заняться конечно конечно поэтому давайте девочки если кто-то хочет присоединяйся то мы будем очень рады очень примем вас в нашу веселую компанию приходите девчонки веселушки настоящие поэтому всем пока 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 всем нет ой москварика смотрите какая красота выставлю потом когда вместе с тобой а ну-ка наталочка машем рукой для наших замечательных друзей мы здесь мы в москве вот оно это прекрасный парк в бартеевский да братьевский братьевский вот он смотри смотрите как красиво вот видишь смотри вот видишь москва он меня все время за год иди ко мне и диком это москва соединяет два района там район марина это район братьево он соединяет и я все никак до него а мы с тобой вначале расскажем все а потом я вставлю вот это наши прогулки на расскажу что это было прогулки по москве и вставлю отдельно у меня там даже есть ну а я вот а мы с тобой потом снимем посмотрите как здесь здорово здесь можно прекрасно выходные дни проводить вообще супер готовил шашлычки и смотришь как люди гуляют и сам гуляешь ой как здесь красиво здесь гулять одно удовольствие там день рождения что-то празднует но я не снимаю я не снимаю вот так да в общем парк изумительным место изумительное вон какая красота здесь есть пойдем мы дальше будем показывать вам что еще есть интересное